Добрый день, коллеги, в зале присутствует председатель комитета энергетического надзора Миниэнерго, который компетентен отвечать на вопросы по подготовке к отопительному сезону. Также, коллеги, напоминаю, что у нас два вопроса от редакции. У нас в распоряжении один час, поэтому просьба соблюдать рекламент заранее благодарю. Итак, у нас первый вопрос. Шанар Сирдалин, Абестньюс. Здравствуйте, Абестнебович. Мои оба вопросы адресуются для вас. Когда сейчас вы докладывали о ситуации об обеспеченности твердым топливом и прочим, к сожалению, не было и не прозвучала информация, когда Казахстан будет отказываться от угольного топлива и переходить на более экологичные виды топлива. Потому что Астана уже лет 7-8, наверное, с ужасом ждет начало отопительного сезона, потому что начинается невероятный смог. И дело здесь не сколько в ТЭЦ, сколько в местных котельных, на которых, к сожалению, не находятся управы. Они топят чем угодно, как угодно. И мы все ходим и дышим вот этим черным углем. Спасибо. Спасибо за вопрос, Жанар. Я в целом очень поддерживаю переход к более экологическим видам топлива. Мы стараемся создавать для этого условия, но, к сожалению, как вы понимаете, не всегда с точки зрения цены это доступно. Этот вопрос находится, понятно, в прямом ведении Министерства энергетики. Я просто свое мнение скажу. Любые инвестиции, которые мы сделаем в переход, например, на газ, источников энергии и электричества, он будет стоить денег, да, и эти расходы придется перекладывать потом на население. Поэтому в данном случае здесь просто такой баланс, который мы пытаемся найти, да, стремиться соблюдать экологические требования, но при этом не делать эти тарифы неподъемными для наших граждан. Потому что любая трансформация, допустим, вот проекта от Салматы, который переходит на газ, да, достаточно большой проект, это очень дорого обходится. И поэтому здесь нужно быть крайне осторожным, чтобы не вызвать, опять же, необоснованного повышения тарифов для населения. Именно в этом случае это сдерживает наши экологические амбиции. Спасибо. Ну, позвольте себе и реплику сделать. Значит, и эту зиму астанчане будут снова во власти смога. Второе, что говорится о тарифах, возможно, в ваших словах есть резон, но астанчанам и вообще казахстанцам не привыкать к росту тарифов, это раз, во-вторых, вот эта вот безобразная практика, когда монополисты нас обсчитывают, а потом возвращают не деньгами, которые мы заплатили, а не получают миллиарды, а возвращают нам мифическими вот этими гикокалориями, которые что есть, что их нет, и не ощутишь, и не увидишь, действительно ли тебе вернули, действительно ли ты сэкономил, да, действительно ли перед тобой извинились и сказали, что больше такого не будет. Поэтому здесь, как говорится, есть еще о чем поспорить. Хорошо, второй вопрос. Опять же, когда вы говорили о том, что пополняются запасы угля, скажите, пожалуйста, о каком угле идет речь и какова его зольность, с каких месторождений мы будем получать уголь, это тоже имеет значение. Спасибо. Спасибо. Ну, как вы знаете, большая часть коммунально-бытового угля у нас, она из двух месторождений, это Шубар-Коль-Кумыр и это Хара-Жара. В данном случае мы выставляем достаточно большие требования к нашим угольным компаниям по качеству коммунально-бытового угля и по качеству энергетического. Почему? Потому что потребители, особенно крупные энергетические компании, которые используют уголь, они должны следить за химическим составом этого угля, за его зольностью, для того, чтобы ТЭЦ работал бесперебойно, с максимальной эффективностью. А в данном случае Казахстану с геологической точки зрения повезло, да, разного качества есть угли и низкой, и высокой зольности, и высокой калорийности, и низкой калорийности. Поэтому выбор у потребителей, конечно, есть. Наша основная задача, это первое, избежать ажиотажа. Для этого, конечно же, мы хотим вот все население предупредить, что заготавливать уголь уже можно начинать сейчас, это первое. Второе, это обеспечить вовремя доставку, как я сегодня отметил в своем докладе с Шубаркулем, мы открыли пункт автовывоза для того, чтобы доставлять. Шубаркуль у нас работает на три региона, это Караганда, Аутау и Астана, в том числе, Акмолинская область. Поэтому здесь, в данном случае, мы просто хотим предупредить, чтобы население все-таки озаботилось запасом угля уже сейчас и, к сожалению, не ждали до момента холодов, чтобы избежать ажиотажа. Спасибо. Добрый день. Почему в Казахстане сельхозтехника, которую якобы мы производим, почему она стоит дороже, чем в соседних республиках? На этот вопрос в рамках прошлого брифинга после заседания правительства вам конкретно, Женя, вы его уже задавали. Мы на него свой ответ дали в тот момент. И я считаю, что это немножко, на самом деле, чуть неуважительно и к коллегам-журналистам, и в целом к публике продолжать эту тему поднимать, несмотря на то, что вы уже и формальные комментарии, и мои комментарии по этому вопросу получили. Государственные органы свою позицию по этому вопросу высказали, и, к сожалению, в рамках официального порядка рассмотрения, как государственные органы рассмотрели и петицию, и высказали свою позицию, у меня пространства для комментариев уже не осталось. Спасибо. Второй вопрос у меня к господину Корабаеву. Вы наверняка слышали и видели то видео, да, шокирующее казахстанцев в аэропорту Алматы, когда пассажиры авиакомпании FlyerStan, которым FlyerStan отправили неправильную рассылку по времени вылета, устроили дебош настоящий. Вот скажите, пожалуйста, какие меры будете все-таки принимать в отношении FlyerStan? Потому что в последнее время жалоб вот именно на этот якобы лоукостер очень много. И авиакомпании и сотрудники доводят людей вот до таких ситуаций, когда вот просто люди начинают драться. Я не знаю, что такое про Ахмед. В целом, авиакомпания уже внутри себя провела по этому поводу расследования. Дополнительную проверку авиационная администрация проводит и признала, что это был технический сбой в их системе. То есть время вылета было 9.05, сообщение было разослано о том, что будет 10.50, а фактически борт вылетал 9.25. Коллеги, вопрос у микрофона, пожалуйста. Отвечу. Ботагус. Отвечу. Отвечаю уже. Теперь именно по данному инциденту авиакомпания уже сообщила, что это был технический сбой в их системе. Первое. Второе. Все оставшиеся, которые не успели на данный рейс по вине авиакомпании, они были доставлены следующим рейсом по своему маршруту. Это вот конкретно по случаю, который имело место быть в Алмате. Теперь в целом я хотел бы вам, хочу вас поблагодарить за вопрос. Объяснить ту ситуацию, которая сейчас складывается и с чем это связано. В целом идет ежегодно последние три года свыше 20% рост пассажиропотока авиации. Это самый быстро развивающийся вид транспорта. Безусловно, рост пассажиропотока требует подготовку соответствующей инфраструктуры, то есть подготовки аэропортовой инфраструктуры. Это вот далее. Третье. Строительно-монтажные работы по подготовке инфраструктуры проводятся в летний период. К сожалению, у нас сезон короткий. Все это, безусловно, влияет на регулярность полетов и на опоздание воздушных судов. Сегодня основные факторы, которые влияют на регулярность полетов и на их опоздание, это следующие. Первый. Это проводимая строительно-монтажная работа в наших аэропортах в Астане. Первый. В аэропорту Астана. Это взлетно-посадочная полоса. В аэропорту Алмата. Это ремонт внутреннего терминала. Аэропорт Ахтобе идет взлетно-посадочная полоса ремонт. Аэропорт Балхаша. А также аэропорт у нас Павлодара. Это все эти аэропорты проводят строительно-монтажные работы для улучшения своих возможностей подготовки своей инфраструктуры. Это первый фактор. То есть проводимое улучшение инфраструктуры. Тот же аэропорт Астаны. 20 лет взлетно-посадочная полоса не ремонтировалась. В текущем году с 10 часов ночи до 6 утра взлетно-посадочная полоса закрывается. И, безусловно, в дневное время растет нагрузка на аэропорт. Мы правильно понимаем, что вы сейчас оправдываете опоздание самолетов, авиакомпаний тем, что ведется якобы ремонт. А кто будет компенсировать казахстанцам время? Вот даже по вчерашнему случаю, когда люди выехали следующим рейсом, но время-то потеряно. Они рассчитывали доехать. Женя, я сейчас попунктно объясняю участвующиеся в случае задержания. Ну так самолеты опаздывают даже тогда, когда нет ремонта. Зимой они тоже опаздывают. Я сейчас по порядку объясню. На зимний вопрос тоже отвечу. То есть, первое, это связано с подготовкой инфраструктуры. По аэропорту Астаны, к примеру, с 10 часов ночи до 6 утра взлетно-посадочная полоса закрывается. В результате, если в пиковый период аэропорт в час обслуживает 10-15 бортов, сейчас приходится 20-25 бортов обслуживать. Это, безусловно, накладывает дополнительную накрустку на наши аэропорты. В текущем году в 6 наших аэропортах проводятся строительно-монтажные работы. Это первое. Второе. Это, безусловно, погодные условия и человеческий фактор. Если у казахстанской авиакомпании имеются 101 бортов воздушных судов, то из них 10 вышли из оборота. Пять из них по погодным условиям, когда у нас был град, пять из них по человеческому фактору. То есть, вы представляете, 10% авиапарка на 4-7 дней вышло из оборота. Это, безусловно, также влияет на регулярность полетов, о чем авиакомпания «Эр-Астана» заранее оповестила всех пассажиров. Это второй фактор. Третий фактор – это в целом рост самого пассажиропотока. То есть, когда идет рост пассажиропотока, если в целом одно воздушное судно в течение сутки обслуживал 4 рейса, для того, чтобы соответствовать тому росту пассажиропотока, наша авиакомпания сейчас одним воздушным судом в течение сутки обслуживает от 6 до 7 рейсов. От 6 до 7 рейсов. И тогда, когда первый рейс по техническим, каким-либо другим причинам идет задержка, это вызывает цепную реакцию. И иногда приводит к отмене последнего рейса, шестого либо седьмого рейса. Для авиации, безусловно, фактор главный номер один – это обеспечение безопасности полетов. То есть, эти три фактора, безусловно, влияют на регулярность полетов и на опоздание воздушных судов. Первый – это, заключаю, первый – это проводимая в шести аэропортах строительная монтажная работа. Мы вас слышали, можно не повторять? Вот, да, вы повторяйтесь, вы нам ответьте на вопрос, что в итоге будет? Казахстанцы платят за билеты, причем не малые деньги, но при этом вот слышат постоянно оправдание, что от авиакомпании, что от министра транспорта. Первое – это проводимая строительная монтажная работа. Второе – это погодные условия, человеческий фактор, который вывел из оборота. Третье – это рост пассажиропотока, который повлиял на увеличение количества использованных воздушных судов. Теперь, что касается, какие меры принимаются. Первое – вот три меры, которых мы сейчас вновь вводим. Первое – это ответственность аэропортов непосредственно, наших аэропортов, сейчас законом это не предусмотрено. Второе – ответственность первых руководителей и авиакомпаний, и аэропортов. То есть, если сейчас за опоздание штрафы налагаются авиакомпаниям, новый механизм, который мы предлагаем, штраф будет налагаться не только на авиакомпанию, но и на их первые руководители. Это вот то, что в целом кардинально принимается. Теперь, по опоздавшимся рейсам, во всех случаях авиакомпании, которые, во всех рейсах, которые происходят по вине авиакомпании, полностью либо возмещают, либо оформляют на следующий рейс. Я достаточно ответил, Женя, на все ваши вопросы? – Нет, вы не ответили, когда это прекратится, когда казахстанцы смогут рассчитывать, что вот они, если купили билет, то они доедут, долетят до места назначения в то время, которое указано в билете. – Спасибо. В целом, летный период всегда пиковый период. Плюс к этому мы проводим строительно-монтажные работы, которые закончатся к концу сентября. Полагаю, что к середине сентября ситуация выпрямится, в том числе как с точки зрения падения спроса, так и с точки зрения завершения наших строительно-монтажных работ на наших аэропортах. Еще раз повторяю, эти мероприятия проводятся для обеспечения растущего потребности пассажиропотока. – Спасибо большое. – Ахаку, рахмет, сізге. – Ахмет. – Арибстер, уйтыныш, регламентның уақыты шектеуле, сондықтан нақты екі сұрақтан қойып жатсақ. Аян Уребай, олысы мейде. – Сұрағым, көлік министеріне, бақты ақпарат тарады, қостанайдағы әуежайды сатылымға шығар қал жатыр екен деп, біз тікелей болсын, өлестес болсын, біздің бірнеше әуежай атау айтқан кезде оралдағы, солтүстік қазыстандағы, алматтағы әуежайлар шетеліктерге тиесілі қой. – Несебепті, экономистер дауылға ғып жатыр, бұл айры ауежайды сатқаннан көб ақша түспейт, екіншіден біз стратегиялық нысандарды жоғалтамыз деп, несебепті қазыстандық компанияларың басқаруына бермеске, неге бұл мәселені міндеттүрді шетелге беріп, өзімізден егермейміз деп, мәселегі өтіп жатыр. Сіз осы қостанайдық ауежай жайлың недейсіз? Сіз қостанайдық ауежайға белгіл бір инвестор болуы немесе сатылуы тұралы ақпарат немесе өтінші түскен жоқ. Кез келген оны өтінші түсетін болса, ол міндетті түрде үкімет тарапынан қарастырлады. Кез келген ауежайға ол стратегиялық нысан болып тарлады, және үкіметтің құрдыретінде оның кімге сатылуыға рұқсат беру немесе беремеуі. Бұл қостанайлық ауежайлық ауежайлық жайлық. Осы ваққа дейін қостанайлық ауежайлық ауежайлық білдіріп, сатып алу жөнінде ұнта білдірген тұралы ресми министерлік ақпарат келген жоқ. Бірақ сатылымға шығарылған ұрасын? Ол бірінші бөлік. Екінші бөлік. Жалпы елдегі ауежайларының баршасына әрде тіретінмен инвестор тарту жұмысы жүріп жатыр. Ол жақта қазақстандықта болуы мүмкін, ауежайдың егері немесе шетелдікте болуы мүмкін. Оған, мысалы сайтып отырған Петра Павылдағы ауежайдың есі ол қазақстандық компания. Оны сенімгеріп басқарушы алып, сол жаға белгілі бір ақша салып, инвестиция салып, сол аэропорт тамытамыз деген. Ал енді шетелдік инвесторларың болуы занға қайшы емес, және біз оны қолдаймызды, құптаймызды. Қазақстандық болсын, шетелдік болсын, үйткені ауежайды толық бақылауда ол мемлекеттік, қазақстандық мемлекеттік орғындарын толық бақылауынды. Қашан да болса, ол стратегиялық болып табылады. Оның құрылтайшысы шетелдің азаматы, немесе елдің азаматы болса да, ол бақылаудан тұс қалмайды. Сондықтан аэропорттарға, әуе жайларға, жалпы әуе компанияларға шетелден инвестиция тату, ол мемлекеттің басым бағыттарының бірі болып табырады. Және біздің министрліктің сол сіз атап отырған Алматы аэропортыны қазір өздеріңіз көрдіңіздер. Бұқаралық ақпарат құралдарында жиы шындыққа жатпайтын ақпаратты жиы көремін. Яғни аэропорттың құрылысына 700 миллион ақша салынды тілген, оны да емес. Аэропорттың құрылысына 200 миллион долларды ақша салынған, менімші нақты болатын бұлсақ 250 миллион доллар, және ол жерде биджеттен бірдебір қаражат алынбаған. Оның баршасы толық шетелдік инвестордың өзінің ақшасы және шетелден бізге тікелей келген ақша. Нәтижесінде өздеріңіз көрдіңіздер, қысқа мерзімде небәрі екі жылды елдің егілігі үшін керемет, зауылым әуежай іске тапсырылды. Қазір сол қалқаралық әуежайда тіпті жап жаңа, мүлдем су жаңа әуежай елдің егілінің тапсырылды. Рас қойы, шығарылғаны рас қойы. Жалыппы бүкіл әуежайларға тек қостанайдағы емес. Басқа да әуежай, ол жаңағыдай қазір мемлекетті меншіңде қандай қызылордың әуежай бар, Түркістанның әуежай бар, немесе маңашығыз қазақстан облысын әуежайлар бар. Ол жаға инвестор тарту, және сұқола әуежайлардың инфрақұрылымын инвесторының есебінен жаңарту, ол мемлекеттің көлік менстілің басын бақыттайын бір қолды табылады. Олдан қадағалау, бақылау ешқы жан кетпейді, ол дәл солай мемлекеттік бақылауы да болады. Олдан бір ғана жақсы жап жаңа әуежайда қалқ қолдынатын болады. Жақсы жарет, екінші сұрақ, қанат мұрза, сізге сіз жаңа баяндамаңызда мектептердің 85% дедіңіз ғойдеме, жылу ұтылма ұсыныңына дайын емес деп. Алына 42 жөнді жұмыстар аяқталмай жатқан мектептер барын естейміз. 42-ті жұмысын бастауға дайын емес мектептер, әрине бұл әкімдіктерін шаруашығар. Деген мен, не себеп толысындай болып жатыр? 42 дайын емес мектептер неге кешігіп жатыр жөнді жұмыстар жағынан? Әкімдіктері сіздерге түсіндірді ме? Айан, қазір атанда толықтайық бүкіл Қазақстан қарасақ, 88 дайындық байқалуыда, 88 пайыз бұл білім беруін сандардың бойынша. Екіншіден, кейбіру өнерлерін 99 пайыз бар, 96 пайыз дайындығы байқалуыда. Сонымен, олардың дайындығы айықтауы 1.42 дейін толықтай бұл күндігі бар. Басқалардың қазір жұмыстар жүргізуде, сіз өзіңіз көрдіңіз, премьер-министр өзі осындай тапсырма берді бүгін бүкіл жұмыстары 1.42 дейін айықтау қажет білім нысандар бойынша. Сонымен, не себеппен қазір ұтанда кейбіру өнерлер кешігіп кележатыр. Біру өнерлер жүргізуде жұмыстары, мысалы, күрделі жұмыстары жүргізуде болды. О, біріншіден. Екіншіден, қаражат болу өкшігіне кешіп түсті. Сон осыған байланысты, осы жұмыстары, бірақ қазір ұтанда менім ойымша 1.42 дейін алы уақыт бар. И дайындағы бұкөль мұна жұлы бжілілерін қазандықтарды тіксерюшін алы уақыт бар. Сон он тіксеретін бұламыз, біріншік ұргейгейдейін, ешкандай проблема болма айды менім ойымша. Рахметтай. Классын, это Янсыге. Следующая Кристина Класовская, Класовская, Лусумедия. Здравствуйте. Мой вопрос господину министру транспорта. Скажите, пожалуйста, когда проведут общественные слушания по поводу запрета водителям агрегаторов такси ездить на расстоянии свыше 50 км? Какие предложения уже поступили, что рассмотрели и почему вообще вы вдруг решили вводить такие странные правила? Насколько это вообще резонно? Проводили ли какой-то анализ количества и качества международных автобусов? Проверяли ли вообще этих водителей? И вообще какой-то анализ подобного бизнеса был он или нет? Большое спасибо за вопрос, Кристина. Первое. О запрете 50 км и более 100 км будет это 150 км. Это не являлся, еще раз повторяюсь, предложением или проводимой поправкой со стороны министерства. Это чтобы в обществе было четкое понимание. 50, 100, неважно какое ограничение, конкретно такое изменение не предполагалось, и тем более проведение по нему общественного слушания по мероприятию, который не проводится. Это было одно из предложений членов рабочей группы по усовершенствованию деятельности агрегатов. Первое. Второе. Безусловно, для нас принципиально важным является обеспечение безопасности наших граждан, которые пользуются условиями такси именно путем использования агрегатов. То бишь Яндекс, либо же это Индрайвер. Вот что сейчас конкретно внедряем, на него могу сейчас уже ответить. Что конкретно решено? Подписали соответствующий меморандум с агрегатом Индрайвер, который предусматривает, предусматривает, первый, отказ от регистрации Индрайвера праворульных машин. То есть праворульные машины, по ним законам запрещено осуществлять деятельность в области такси, поэтому Индрайвер и Яндекс их не будут у себя в приложении регистрировать. Это первое. Второе. До 1 января текущего года Яндекс и Индрайвер у себя проведут агрегаты, так называемые, проведут инвентаризацию, выявят праворульные машины и ограничат доступ к данным машинам. Третье. Есть праворульные машины, которые переделаны на леворульные. Они вносят опасность для здоровья и наших граждан для безопасности передвижения транспортного средства. Поэтому у праворульных машин 13-значный ВИН-код, у леворульных 17-значный. Указанные интернет-провайдеры у себя будут проводить в том числе ревизию именно переделанных машин, и с 1 января их тоже будут отключать. Это вот третий. Четвертое. Министерство внутренних дел будет предоставлять список нарушителей, часто нарушающих водителей, которые также будут отключены от системы агрегатов, как их машина, так и данные граждане. Все это, еще раз повторяюсь, только для того, чтобы обеспечить безопасность передвижения наших граждан. Кроме этого, есть другие моменты, о чем я в прошлый раз говорил. Это соблюдение со стороны водителей и соблюдение самим же, точнее, контроль самими агрегатами, использование, то есть соблюдение режима труда, отдыха и труда, и сна, соблюдение средней скорости и ряда других требований, которые необходимы для осуществления перевозок. Вопрос, который вы задали конкретно по ограничению, в данный момент это было одно из предложений одного из участников рабочей группы. Такая поправка не готовится и не обсуждается. То есть не будут не вводить никакие ограничения? Вот из тех мероприятий, которые сейчас у нас есть, я вам сказал четыре мероприятия, по которым мы уже конкретно согласовали. Я вам сказал, новые мероприятия, которые мы сейчас обсуждаем, на таком интенсивном этапе обсуждения ограничения не предусматриваются. Кстати, вот буквально две недели тому назад у нас была встреча с основателем группы компании «Индрайвер». И хочу сказать, что в целом позиция руководства «Индрайвера» и в частности его основателя мне очень импонирует с точки зрения, что и у «Индрайвера», у группы компании «Индрайвера» самое главное цельополагание – это обеспечить безопасность передвижения и оказание услуг. Скажите, а вот вы не ответили на вопрос относительно автобусов и автобусных парков. Проводили ли какую-то аналитику, качество проверялось ли, будут ли вводить какие-то новшества, какой-то контроль, потому что аварийные ситуации случаются не только с водителями «Индрайвера» или «Индрайвера», но и с автобусами. В том числе, когда вы об этом сказали, поднялся шквал негодования и шума, и люди начали говорить в том числе и о качестве вот этих вот автобусов, что они тоже оставляют желать лучшего. Безусловно, их нужно различать на внутригородские и на межобластные. Если касается внутригородских, то в целом у нас на внутригородских маршрутах функционирует 10 тысяч автобусов. По поручению главы государства в свое время был создан фонд развития промышленности, и на сегодня данный фонд является главным инструментом обновления автобусного парка. А именно, только в прошлом году автобусный парк на 3 тысяч единиц был обновлен. Это рекордное количество обновлений автобусного парка на внутригородских маршрутах. И снизилось износ автобусов, а износом мы считаем тема автобуса, которая 7 и более лет функционирует. Износ автобусов, количество автобусов или уровень износа снизился с 52 до 34%. Это очень хороший показатель, и в текущем году идет, безусловно, обновление автобусного парка. Что касается межобластных автобусных парков, их периодически проверяет наш транспортный контроль и другие на то имеющие полномочия государственные органы. Да, есть вопросы по износу автобусного парка, но базовые требования данные маршруты маршруты соблюдают с точки зрения режима, вот именно те требования, которые ставятся для водителей. То есть соблюдение режима сна, отдыха, проведение технического осмотра в течение двух лет, два и более раза. И, безусловно, проведение медицинского осмотра водителям до поездки на маршрут. Эти требования соблюдаются. А качество вот этих автобусов проверяется? Были ли такие случаи, когда снимали вообще с рейсов, сказали, все, в УТИ, меняйте автобусы? Я сейчас упомянул об износе. Безусловно, есть старые автобусы, именно поэтому через Фонд развития промышленности мы сейчас программу расширяем. Если они раньше действовали только на внутригородские маршруты, то сейчас дополнительную возможность данной программы расширяем и делаем его, в том числе, на межобластные маршруты, дабы, чтобы автобусы могли обновляться. Спасибо. Спасибо. Первый вопрос можно? Маленький, второй. Скажите, пожалуйста, вот намедни писали в СМИ по поводу того, что открыли четыре полосы дороги на Балхаш, но потом люди начали жаловаться на то, что на самом деле объявили о четырех полосах, но две закрыли, и в итоге они вынуждены по этим двум полосам как-то перемещаться, и людям неудобно, какие-то пробки и так далее. Можно пояснить в этом русле, пожалуйста? Безусловно, можно пояснить. В целом у нас трасса Астана Алмата более тысячи километров. Вы хорошо знаете, до Караганды у нас четырехполосное движение обеспечено. Теперь с Караганды до Балхаша поэтапно, если в целом с Караганды до Балхаша 368 километров, они разделены на 10 разных лотов, то есть на 10 разных участков. Определенные подрядные организации свои работы выполняют, завершают, и поэтапно по участку четырехполосное движение открывается. В данном случае Казахстан, 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 вместе с комитетом автомобильных дорог проверку проводит, а именно о каком именно участке речь идет. То есть вполне возможно фактор такой, что определенный участок открыт, а речь идет о другом участке, где действительно строительно-монтажная работа продолжается. Допустим, у нас километраж 0,40, 0,80, два лота, они введены в эксплуатацию, а речь может идти о другом. Это первая причина, вполне возможно. Вторая причина, есть моменты, когда, да, вводится в эксплуатацию участок, но когда обнаруживаются дефектные участки, подрядная организация, поскольку в течение трех лет они ответственны за качество, за проведенные работы, выставляется требование к подрядной организации по устранению того или иного дефекта. Может быть, такое место имело быть. Детально, по тому случаю, что было конкретно, может ответить, если разобрались, то Леон Турсонович, председатель комитета автомобильных дорог, здесь, по тому участку. Может дополнительно ответить, Кристина. Все хорошо. Спасибо. Спасибо, Кристина. Коллеги, напоминаю, что время нашего брифинга ограничено. Следующий вопрос Аксенова Елизавета Бесмедиа, пожалуйста. Добрый день. У меня вопрос к Минтранспорту. Одна из вечных проблем ЖД-перевозок – это грязные и душные вагоны. Как пример, это смерть мужчины в поезде у Скемена Алматы, где, по словам очевидцев, было очень душно и плохо работали кондиционеры. Вопросы о некомфортных перевозках к вам звучат регулярно, но как таковых изменений мы до сих пор не наблюдаем. Расскажите, что вы сделали для того, чтобы исправить ситуацию, и когда ЖД-перевозки наконец-то станут комфортными? Спасибо большое. Я раненый. Этот вопрос несколько раз попытались ответить. В целом в Казахстане 2667 вагонного парка. Мы несколько раз говорили, что, к сожалению, за последние несколько лет было 600 единиц выбытия, в то время как прибытие было всего 300 единиц. В связи с тем нам действительно не хватает вагонного парка. Из этих 2667 единиц вагонного парка 74%, а именно 1857 единиц, они оборудованы соответствующим кондиционером. К сожалению, 26% не оборудованы, но мы их в том числе наоборот вовлекаем для того, чтобы обеспечить потребность наших граждан. Теперь у вас вопрос звучит конкретно, что сделали. С прошлого года значительно увеличили закуп вагонов. Если посмотреть, у нас в предыдущие годы 50, не более 100 вагонов было обновление, то в прошлом году 118 единиц новых вагонов купили. В этом году дополнительно поступает 140 единиц, в следующем году 224 единиц. В целом, начиная с 2025 года, ежегодно идет поступление свыше 200 единиц вагонного парка. В ближайшие пять лет, таким образом, ожидаем 1200 единиц новых вагонов, что заменит старые вагоны. Вот что делается со стороны Министерства и национального оператора Казахстана Темаржола. Кроме этого, безусловно, регулярно проверяем и текущий наш вагонный парк с точки зрения соблюдения ими норм санитарно-гигиенических требований. Только в этом году, если посмотреть, у нас, если 10-62 маршрута субсидируются, из них 20 маршрутов наша инспекция с выездной проверкой была. По итогам были обнаружены свыше 200 нарушений и были выставлены штрафы порядка на 10 миллионов тенге. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. . 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 Қазір билеттің бағасыз айтып отырған сол кезінде түшінде 12000-16000-дан болды. Ол уақыттан бер егер дұрыста бұлайық мәні жайына қарасаныз билеттінің қонында алпыз пайыз бұл неміне бұл жаңармай бұл және сол ұшақты уақтылы айыр біл компанияның әуе компаниясына күтіп бағасына күретін нәрселер ғой бірақ айырмашылық жоқты менің айырмашылық жоқты менің айырмашылық жоқты менің айыр астана болсын скат болсын жаңа бірай бұрын мен қараған бағытта айырмашылық өте аз тіпті скатты күбірек ек үш мұңға төмен шықты неге бұл сіздің ойынша қазіргі таңды флайерстан шынымен бюджет ма қалққа қол жетімді баға деп айталасы ба деп депутаттардың да бірнеше запрос болған ең осыған қатысты қалықтың мұңын жеткізген сіздерге мен мүмкін қазір айтатымыз атын жалпы қалқтың құлағына жағымды болмас бірақ кез келген мәселерінің фактымен айту күреге факт бұлай мен алдың бағасына тоқталайын сосың скатпен салыстырмаға сосың жалпы қалқыралық әлеммен салыстырғанға тоқтайын е бірінші оның бағасы бірнеше бөліктін тұрады дедік алпыс пайыз билеттің қоны ол жа жаңармайдың кем тек жаңармайыз жаңармайға қолса және сол ұшақты күтіп ұстау яғни оның жаңада қозғалқышы бар басқа да құрылғы бөлшектер бар олардың баршасын бағасы ол шетелдік бағада валюты да оның бағасы өсіп жатыр әрине ол билеттің қонына әсер етіп жатыр ол бірінші мәселе енді екінші мәселе көп кезде сіз жа� егер осы флай арыстан болмағанда сұкат бағасын жоғар ұстап отыратын еді флай арыстан болған есебінен оның жаңада жырмадан астам ұшағы бар сонмен басекелес болу қажеттілігіне құхарай сұкатты өз бағаларын төмендет жатыр сондықтан екеуі басекелеске кіріп жатыр ол әрине жақсы басекелесінің күшегені ал үшінші бағыт мен жаңағы ел жүрт құлағына жағымды олмайтын деп көп кезде мысалы жаңағдай халқаралық басқа да бағыттармен салыстырады ол жерде ек мәселі бар салыстырғанда біріншіден халқаралық бағытты сол бағытты қанчалтты компаниялардың көптігіне қарау керек ол жақты компаниялардың бір емес екемес төрт-бес компания бір бағытта ұшады және сол бағытты үшу мүмкіндіктері компания көп бұған ол бағасына сәреттеді екінші жалпы бізде жаңағды өзінзі айты бақысқа бақысқа дейін бізде қанча шақырым бар егер сол шақырымды алып дәл сондайды сол жаңағдай европада сол шақырымының есебін есептесеңіз бізде бұл бағасы бірде немесе тіпті кейгіздері төменде өте байқайсыз егер шақырымға алсаңыз шақырымға оған ек фактор дайтып өтіне біріншіден ол жақта нарықта жалпы бәсекелес түкіп ұшақтың компанияларында және оларын ұшақтары дөкіп тағыда екеуінің арақашықтығы бірдей дегенмен біздің ұшақтарында бағасы солармен бір емесе кейгіздері тіпті төмендікте байқалады бәр рейс емес ондай егжей тежей тежейлі саралауды біз өткізгеміз мысалы жаңағдай арақашы тұттар бойынша дарқан ана кейбір маршруттарды айтсам сіздері тағыда айтасыдар ол ердегі кісілердің ақшетабу қабілетті жоғар деп айтасыдар әрине онын бәрі салыстырлады әрине бірақ жалпы ұшақты күтіп ұстау ол бір бағады әлемде бәр жерді бір баға оның қозғалтышы оның қосалық бөлшіктері бір баға соның баршасы бір-бірін әсер етеді жауап бердімді толқ сұрағыңыз қалқа қол жетімді бағада ұстат баға сұматын лукостер деп санайсыз жалпы сіздің сұрағыңыз бойынша қырқуек айына мен жырма мыңға қазір белет бар деп айтам екінші сұрағыңызға флай арыстан әрине флай арыстанда сұқатты екеуінің салыстырғанда екеуінің бағасы қазіргі ол бұлай сатыладығы көріп мұсалымыз салыстырмая қоймышы менің сұрағыма флай арыстан қалқа қол жетімді бағада билет ұсынатын әуе компаниясы деп санайсыз жоқ флай арыстанның билетінің құны ол нарықта және сұрағыңызға және өзінің қажеттіне қарай бағасы берігінеді қазіргі уақытта флай арыстан сол астанаме алматы бағатына сіз айтып отам бір айығылың жерма мүмін тенгеден билеттер ұсынып отыр жалпы оның бағасы нарықта реттеледі Следующий вопрос коллеги Жандра Жумухамедова Орда Киезет, пожалуйста Здравствуйте, у меня вопрос к Анату Бесимбайычу по теме сегодняшнего заседания, топительному сезону Скажите, пожалуйста, по поводу ТЭЦ в Экибастузе, в итоге кто ее готовит к зиме, что конкретно делают и вот по крупным авариям тоже хотелось бы информацию в Степногорске, что делается в Ридере, в Актау, в Кентау и вот хочется информацию не только по источникам теплоснабжения, но и по сетям вот в Караганде были проблемы с сетями при испытаниях и вот в отопительном сезоне в Кустанае тоже были проблемы вот по этим моментам можете сказать, пожалуйста Здравствуйте, спасибо за вопрос, я попрошу коллегу из Министерства энергетики, он здесь у нас, да? да, значит, тоже присоединиться к ответу, чтобы было всем понятно вот сейчас мы оценили, у нас свыше 70% готовности ВКО, Утау, Павлодар, Житсу, Астана и Караганда да, в целом, то есть как бы здесь подготовка по именно сетям теплоснабжения оценивается как высокая самые низкие показатели на данный момент, вот из доклада тоже моего вы знаете это у нас Шымкент, Маластау, Атрау и Кустанайская область здесь прямое поручение премьера было, будем смотреть, но исходя вот с тех сроков самое главное, что деньги выделены, подрядчики определены сроки будут выполняться по именно сетям теплоснабжения что касается теплогенерации, вот по городам, которые упомянули потому что следует разделять, есть организации, отвечающие за генерацию, есть теплосети вот по теплосетям, я хотел бы, чтобы коллега с Министерства энергетики, пожалуйста, прокомментируйте по генерации Ержан Ерболова Спасибо Добрый день, что касается по подготовке ТЭЦ в городе Экибастуз в настоящее время ТЭЦ передана на Самрук Энерго сейчас подготовкой ТЭЦ занимается Самрук Энерго там делаются капитальные ремонты, капитальные ремонты делаются в соответствии с графиками то есть большой объем работ по замене ПРС нагрева на котлах делается все вспомогательные оборудования, в принципе, в прошлом отопительном сезоне уже за счет принятых мер ТЭЦ прошла стабильно, температурные режимы соблюдались в этом году, также, не меньше прошлого года, большой объем работы делается также, что касается ТЭЦ с Кентау, вы сказали, да, по Кентау тоже делается реконструкция четырех, модернизация четырех котлов, то есть до 15 сентября они будут завершены по графику, также на двух котлах там делается капитальный ремонт на Степногорской ТЭЦ точно так же делаются капитальные ремонты в соответствии с утвержденным графиком системного оператора в принципе, по энергоисточникам, по подготовке, постоянно находятся на нашем контроле территориальные департаменты ежедневно мониторят ситуацию с выезда на место смотрят, то есть объемы работ, качество проведения работ в принципе, по подготовке энергоисточников находится на контроле нашего комитета у микрофона коллеги, пожалуйста, вопросы да, спасибо за вопрос ТЭЦ и Кебастуза сейчас является в собственности сам рук энерго то есть, да, да, то есть 100% передано то есть сейчас подготовка все, ну сейчас какие-то моменты передачи, наверное, есть но в принципе подготовка все к отопительному цену занимается сам рук энерго Спасибо Председатель комитета энергетического надзора Ертаев Ержан Ербулович Ковр Ахмед Шадрат, следующий вопрос ваш Второй вопрос у меня тоже, ну, в продолжение вот по частным владельцам как раз прозвучало, да, по передаче вот когда, какие вообще инструменты контроля есть у государства и они, мы, как бы, государство прям физически проверяет какие-то, как идут работы или только вот смотрит документы и все Давайте начнем с того, что вот все планы капитальных ремонтных работ они, первые обязательные условия, они проходят государственную экспертизу это во-первых, то есть здесь существует государственный орган который смотрит на проект капитальной реконструкции тех или иных энергогенерящих мощностей и второе, вот только что сейчас вы разговаривали с головой комитета по энергетическому надзору то есть государственный орган, который проверяет соответствие той или иной теплоэлектростанции требованием государства по генерации и по самое главное, это вот бесперебойности работы да, что, как бы, в наших реальностях это, наверное, самый важный элемент и таким образом, то есть у государства существует две системы контроля это первое, конечно же, значит, государственная экспертиза на этапе проектирования второе, это когда производится приемка тех или иных работ от подрядчиков в данном случае нужно будет конкретно по станциям посмотреть но, как правило, есть заказчики, есть подрядчики в рамках приемки их работ производится детальная проверка качества и второе, существует энергетический надзор который находится в ведении Министерства энергетики который следит за соблюдением и правильной эксплуатацией теплоэлектростанций и особенно с упором на их бесперебойность спасибо то есть прям приходят туда и смотрят, да, получается ну, я, энергетический надзор присутствует во всех регионах Казахстана то есть есть представители Министерства энергетики в лице энергетического надзора которые работают по всем регионам Казахстана спасибо большое коллеги, у нас на очереди 6 журналистов следующая Лейва Тастанова, газета «Время» добрый день, у меня один вопрос Марату Каримжановичу на протяжении больше 20 лет жители североказахстанской области ездят по отвратительной дороге участок от границы с Российской Федерацией и в сторону Кокштал до Даута работы идут очень медленно да, финансирование выделили работы идут очень медленно когда я была там в конце июля вообще не было ни техники, ни людей и у меня в этой связи три вопроса когда завершатся работы на участке где-то примерно порядка 100 километров какое выделено финансирование и самое главное готовы ли вы лично взять под свой контроль эти работы потому что очень медленно там продвигаются дела а ситуация ужасная спасибо большое можно конкретно отвечу а потом чуть-чуть шире скажу в целом работа там не идет работа не начата только начинается в целом у нас это трасса Кокшетов-Омск нужно давайте начнем с того что почему дорога ужасная потому что на Дауте есть карьер откуда инертные материалы возятся как внутри Казахстана так и в сопредельные страны и дороги портят машины которые возят с карьера инертного материала с Даута и ездят по этой дороге это первое второе в целом общая протяженность 280 километров из них 58 километров мы проводим капитальный ремонт вот там только определили определили подрядную организацию и только приступили к работе одновременно мы проводим сейчас конкурсные мероприятия плюс еще на 121 километров хотим средним ремонтом пройтись в целом работа закончится в 26 году и капитальный и средний ремонт дорога не сплошняком полностью пройдемся новый асфальт будет и эта работа вплоть до нашей границы закончится это второе третье там мы установим еще автоматизированную систему измерения веса и габарита машин то есть добыть чтобы после ремонта автомобильной дороги не допустить проезда по этой дороге машин автомобильных машин свыше установленной нормой это вот третье четвертое безусловно готов взять на контроль мы по-моему в начале сентября между 5 и 10 сентября планируем объезд по регионам в том числе в североказахстанскую область тогда обязательно и посмотрим и данный участок в целом отвечая на ваш вопрос работу закончим в 26 году это вот конкретно по данному участку теперь одну минуту 120 километров и ремонтировать до 26 года не слишком ли долго нет наоборот очень коротко 120 километров средний ремонт до 26 года определенный участок в этом году закончится я имею ввиду полное завершение всех 280 километров а в этом году какой участок завершится это в целом объект является переходящим и это зависит от того какой подрядчик будет и на какие темпы работы будут а сезон сами понимаете в этом на этом участке в целом в этом регионе короткий вы будете контролировать безусловно и мы и наше министерство казахстанжола этот участок будут контролировать спасибо в целом хочу отдельно остановиться таких участков где у нас ремонт работы не проводились более 20 лет мы несколько раз уже говорили что таких участков порядка свыше 7 тысяч километров именно поэтому по поручению президента глава государства на Куралтай озвучил в текущем году мы 12 тысяч километров охвата обеспечили и те дороги допустим Петропавловск-Казан Караганда Ягоз-Бугас эти дороги которые в том числе хромтауское направление более 20 лет не видели никакого ремонта по всем этим дорогам в течение двух лет мы проведем хороший средний ремонт надеемся спасибо Добрый день Марат Карамиджанович у меня сначала будут уточнения по вашему предыдущему ответу по ограничению 50, 100 или 150 километров вы точно не сказали получается это предложение оно сохраняется либо от него полностью отказались то есть возможно сейчас не рассматривают но в будущем вы все-таки рассмотрите это уточните пожалуйста смотрите когда эту тематику в целом получила такое широкое распространение в средствах массовой информации хочу и тогда тоже отмечал что это одно из предложений такая поправка не готовилась и не готовится первое второе да безусловно мы перед агрегатами коими являются Яндекс и Индрайвер и ряд других казахстанских агрегатов за несоблюдение базовых требований по безопасности готовы идти вплоть до таких крайних мер мы говорили это вот второе третье еще раз повторяю и подтверждаю что такое введение такого ограничения на сегодня не рассматривается это было одно из предложений одного из участников рабочей группы более того четвертое те требования которые государственные органы в лице министерства транспорта ставят перед агрегатами для обеспечения безопасности передвижения на наших дорогах и сохранности жизни наших граждан они получают поддержку нашими агрегатами эти требования я вам уже объяснил это в отношении праворульных машин это в отношении соблюдения режима труда и отдыха в отношении соблюдения средней скорости да это мы поняли просто сейчас тоже так двояко ответили то есть эти сейчас не рассматриваются но возможно в будущем да если будут нарушения все зависит от того от исполнения данными агрегатами требования по соблюдению безопасности наших граждан тогда у меня первый вопрос второй вопрос это было уточнение по предыдущему ответу тогда первый вопрос мой вот флайер стан сейчас очень много нареканий по этой авиакомпании но у нас в большинство городов и регионов страны только эта авиакомпания осуществляет перевозки многие не согласны лететь именно по этой авиакомпании будут ли приниматься какие-то меры может дополнительные сообщения будут вводиться можете уточнить дополнительные сообщения вы имеете другие авиакомпании да другие авиакомпании у нас их не так много авиакомпании флайер стан и ростана и скат по сути три авиакомпании рынок находится на конкурентной среде и оно не регулируется таким образом чтобы определенная авиакомпания летала только по определенным маршрутам в целом если у других авиакомпаний будет и пожелание и экономическая целесообразность по тому или иному маршруту да такое место имеет место быть это первое второе вы хорошо знаете для отдельных маршрутов которые не покрывают сами себя министерством выделяется субсидирование и эти маршруты осуществляются за счет субсидирования таких в текущем году выделено 6 миллиардов тенге для того чтобы осуществить субсидирование по отдельным маршрутам это касается в том числе туристических направлений то есть если вас интересует конкретное направление мы можем по данному направлению переговорить и обращаться и в адрес других компаний на предмет интереса к ним для осуществления полета по данному маршруту спасибо тогда последний вопрос тоже к вам вот был недавно случай с 12-летней пассажиркой тоже компании Flyerstan и у нас к сожалению это очень распространенная практика что продают больше билетов чем они есть я тоже сталкивалась с таким что предлагали компенсацию за 2-3 более мест когда бывает что одно а тут еще и больше не готовы ли мы отказаться от такой практики когда авиакомпании продают больше билетов чем есть самих мест в самолетах и можно это ли как-то регулировать в этой части их работу в целом это международная мировая практика ни в одной стране настолько я знаю могу ошибиться могу перепроверить такого ограничения не существует оно связано с тем что продает на несколько единиц больше билетов а по факту на борте не все пассажиры по факту регистрируются поэтому исходя из этой практики все компании мира в том числе казахстанские авиакомпании такого рода практику практикуют это первое второе по данному инциденту в соответствующей мере были приняты и авиакомпания была оштрафована это вот второе третье в целом я полагаю что целесообразность такое можно будет рассмотреть но нужно будет все таки все равно изучить спасибо большое знаете вот отдельное в том числе и представители блога сферы либо же наши граждане выходили с инициативой давайте повысим допустим штраф за отдельные меры за отдельные виды нарушения да в том числе такого рода нарушения да можно повысить штраф на авиакомпанию но в итоге авиакомпания этот штраф откуда-то должен покрывать этот ляжет как дополнительная цена на авиабилеты это приведет к тому что цена на авиабилеты будет дороже именно поэтому мы сегодня первый раз это озвучили будем дальше обсуждать и с депутатским корпусом мы говорим за отдельные виды нарушения штраф не на авиакомпанию то есть не только на авиакомпанию в том числе на его первого руководителя за допуск такого рода штрафов административный штраф спасибо на какой стадии в целом авиакомпания была оштрафована по данному факту а далее какое именно взаимоотношение между 12 летной девочкой и авиакомпанией дополнительную информацию дадим в целом безусловно это недопустимо это вина авиакомпании за что компания была оштрафована на 4 миллиона тенге я на этот вопрос только что ответил да можно увеличить размер штрафа но в конечном итоге это повлияет на стоимость авиабилетов Кувар Ахмед спасибо следующий вопрос Алина Шашкина Тенгрениус добрый день у меня вопрос к господину Корабаеву связаны они тоже с такси не с ограничением скорости километров с ценами в первую очередь на такси сейчас зачастую очень часто такое встречается что даже не в часы пик спрос в Яндексе например показывает высокий хотя ты едешь время казалось бы не 6 вечера не 9 утра совершенно другое время не знаю среднее назовем его цены на такси очень высокие не знаю если раньше за этот километраж можно было проехать за тысячу деньг а сейчас уже две с половиной это никак не объясняется нигде не написано почему столько это стоит можно ли как-то со стороны государства урегулировать этот момент может быть помочь создать конкуренцию потому что другие агрегаторы пробовали заходили на казахстанский рынок но надолго у нас не задерживались по сути Яндекс сейчас у нас монополист люди пользуются потому что приложение действительно удобное ну и как бы выбора особо нет и платят довольно высокие деньги вот что с этим делать в целом рынок конкурентный и эта деятельность не урегулирована но законодательно полагаю что можно это обращение в АЗРК то есть агенции по защите и развитию конкуренции такого рода обращения если будут безусловно они имеют полную компетенцию и все инструменты государственного органа по влиянию на эту конкретную ситуацию то есть на конкретную ситуацию это вот первый момент второй момент цена на деятельность такции она не регулируется и полагаю что вводить ценообразование тоже нецелесообразно но с другой стороны деятельность агрегатов можно будет проверить с точки зрения того чтобы агрегаты предоставляли полную информацию допустим полномоченному органу в области цифровизации либо же в области транспорта для того чтобы мы могли определенные меры реагирования принимать когда искусственным образом как вами было озвучено что не в час пик специально завышается программа показывает как бы период пика и завышается на такого рода полагаю что с агенцией по защите развить конкуренцию нужно будет отреагировать а новые агрегаторы не планируют заходить в Казахстан в ближайшее время рынок конкурентный допустим сейчас тот же ин драйвер переходит на внутригородские тоже а яндекс на межобластные казахстанские есть ряд агрегатов они кстати популярны в отдельных городах то есть не в столице а в отдельно взятых городах они популярны я знаю на востоке в Шамкенте отдельные то есть в Ускаменогорске в Шамкенте отдельные агрегаты есть казахстанские а что касается иных агрегатов да интерес есть от международных других агрегатов можете их назвать пожалуйста полагаю что можно мы к нам допустим обращался к компании болт это разработка эстонии достаточно популярная компания в Европе это по сути аналог яндекс в Европе с более широким охватом они обращались проявляли интерес к нашему рынку если будет с этой со стороны этой компании принято решение о заходе в наш рынок безусловно мы это всячески поддерживаем потому что любая конкуренция она повлечет за собой снижение конечной стоимости для услугополучателей спасибо мой второй вопрос также связан с службами такси недавно в социальных сетях увидела пост нашего коллеги о том что он ехал по моему на индрайвере в такси таксист вел себя довольно агрессивно завез его на какой-то странный участок угрожал в общем коллеге нашему повезло что он просто вел себя спокойно как бы не реагировал на это и в общем легко отделался как людям вот избежать таких ситуаций они платят за услугу и они полностью доверяют сервису я сажусь в такси рассчитываю что меня спокойно довезут до места и как бы и все может быть стоит усилить какой-то контроль в этой части вот скажите проходит ли например таксисты перед тем как устроиться в сервис медосмотр какой-то психологическую проверку и так далее то есть как избежать таких инцидентов спасибо большое полагаю что такие инциденты могут быть не только такси а в целом любого рода деятельности которые предоставляют услуги будь это торговля будь это любой другой вид транспорта полагаю у вас есть право обращаться непосредственно в правоохранительные органы первые второе есть право обращаться услугодателю то бишь в данном случае коем является индрайвер непосредственно написать жалобу на действия водителя а что касается регулировать такую деятельность полагаю что нет необходимости но вот последнее что вы помянули с точки зрения прохождения медицинского свидетельствования это да это одна из норм одна из норм которые мы сейчас обсуждаем с нашими агрегатами то есть и с индрайвером и с яндексом чтобы постепенно внедрить обязательное прохождение медицинского медосмотра до начала осуществления поездок в целом мы законодательные нормы ряд норм приняли которые со следующего года мы недавно об этом в средствах массовой информации тоже говорили любое физическое лицо прежде чем регистрироваться в агрегатах сначала должен регистрироваться в госреестре это ЕГОФ официальный и только после этого переходить то есть агрегаторы агрегаты яндекс и драйвер будут регистрировать своих водителей только после того как физическое лицо как физлицо зарегистрировано на госреестре следующим этапом является их прохождение в том числе медосмотра до начала осуществления деятельности да безусловно это требуется с точки зрения еще раз повторяю обеспечения безопасности передвижения наших граждан но и безусловно мы должны создать и условия труда для водителей которые работают на этом рынке они являются нашими гражданами и с ними мы также вместе работаем с точки зрения обеспечения их прав и обязанностей перед агрегатами в первую очередь их прав я помню как вы говорили про медосмотр про эту норму что да будет так вот тогда решила о переработках чтобы водители не ездили там дольше положенного количества часов когда эта норма может вступить в силу можете предварительно сказать нет по срокам конкретно не скажу потому что это одна из норм которые мы сейчас с агрегатами обсуждаем я вам в отношении нет не в этом году я вам в отношении точно в следующем году точный месяц дополнительно скажу поскольку это тоже требует определенную подготовку как со стороны государственных органов так и в первую очередь интернет агрегатов спасибо артистер кезекте 3 тіл шығалды аселим абилдинов тэдэка 40 агрегат агрегат марат кармжан сезге менің сұрағым жақтында көлік министерлігі поезд билетіні 20% өсіреміз деп хабарлады ондағы себеп вагонлар жаң Артамыз және жол серіктердің жалақысын көтереміз деп отырсыздар неге бұндай шығындар тұтынушы қалтасынан Это важно. Субсидия. 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 58%. Полагаем, что до конца сентября мы закончим ремонт взлетно-посадочной полосы. Все хорошо. Второй вопрос по МАЭК. МАЭК, вашей компетенции, Канад Бесимбайович, относится? Давайте, Феруза, зададим вопрос, потом коллеги, если что, с Министерства энергетики помогут. Все хорошо. В прошлом году на ремонт МАЭК было выделено 4,9 миллиарда в тенге. На днях из резерва правительства было выделено 5 миллиардов тенге. Сумма колоссальная. Но почему почти все лето жители этого региона были то без воды, то без света? Куда уходят эти деньги? Супер, супер классный вопрос, на самом деле. Феруза, это для меня, как для министра промышленности, тоже болезненная проблема. Почему? Потому что из-за этого у нас в Мангостау некоторый период времени проставило предприятие, которое занимается производственным удобрением, Казазод, потому что для технологического процесса требовалась вода. Сейчас мы запустили дополнительные мощности. Это произошло буквально 4-5 августа, 6 тысяч кубометров в сутки дополнительно по опреснению. И эта работа продолжается в Мангостауской области. То есть до конца года мы постараемся все-таки проблему с питьевой водой в городе решить, именно за счет увеличения опреснительных мощностей. То есть там существует несколько предприятий по опреснению. Одно из них МАЭК. Дополнительную установку на 6 тысяч километров мы запустили сейчас. Это буквально в августе произошло. Еще дополнительное расширение мощностей опреснительного завода. Он называется Каспий, если мне память не изменяет, тоже будет происходить. Это первое. Второе. Что касается МАЭКа. Как вы знаете, сама история вопроса достаточно сложная. Почему? Потому что в свое время МАЭК находился в ведомстве национальной компании Казатампром. И был выведен и передан в управление местному исполнительному органу. И вот с этого момента, это уже достаточно давно, несколько лет продолжался длительный период отсутствия инвестиций в инфраструктуру самого МАЭКа. Сегодня мы сейчас перекладываем 12 километров теплосетей в Мангстал. 7 уже проложили. До конца строительного сезона проложим оставшиеся теплосети. Это тоже имеет прямое отношение к МАЭКу. Чтобы снизить теплопотери, в первую очередь, по доставке тепла до города. Проблему, во-первых, надо признать, она была. Но то, что те суммы, которые вы называете сейчас, чтобы было понимание, это результат отсутствия инвестиций в достаточно длительный период времени. То есть мы, по факту, сейчас за последние два года пытаемся нагнать по инвестициям, чтобы создать условия. Первое, это, конечно же, обеспечение жителей Актау питьевой водой. Это первое. Второе, бесперебойная подача тепла. Можем ли мы утверждать, что со следующего года жители Актау больше не будут иметь подобных проблем? Вот давайте мы так сделаем. Я считаю, что в зимние периоды у нас вообще никаких проблем не будет, понятно, да, с введением новых мечтостей и так далее. Вот лето надо будет смотреть с учетом нарастания производственных мечтостей в городе Актау. Потому что мы же город не только развиваем с точки зрения жителей, но еще и с точки зрения промышленного производства. Вот здесь вот по балансу воды с учетом, значит, жителей, скорее всего, у нас будут чувствовать себя комфортно. Вот по производственным предприятиям нужно будет еще смотреть. То есть мы проблему должны смотреть с двух сторон. Спасибо. 10 миллиардов. Последний уточняющий вопрос. Это конечная сумма инвестиций или еще будут вливания? Я думаю, что сейчас я на этот вопрос ответа не дам вам, да, потому что мы сейчас занимаемся как раз-таки оценкой того, что нам потребуется. После того, как оценка будет завершена полностью по МАЭКу, мы к журналистам вернемся и скажем, что вот такие-то, такие-то мероприятия еще потребуются. Хорошо, перефразирую вопрос. Достаточно ли этих 10 миллиардов на этот капремонта МАЭК? Чтобы обеспечить его бесперебойную работу достаточно, но, как вы знаете, в Мангастау у нас очень-очень высокая рождаемость. Да, население прибывает в Мангастау, и поэтому сам рост населения самого Актау диктует для нас дополнительные решения и по обеспечению водой, и по обеспечению теплом. Поэтому здесь, когда мы говорим с точки зрения, допустим, энергетики, да, мы должны понимать и с точки зрения тепла, что мы должны ориентироваться не только прямо на сейчас текущую ситуацию, но еще и смотреть на высокий уровень роста населения в Мангстал. Спасибо. 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 С точки зрения безопасности водного транспорта, расскажите, пожалуйста, как эти вопросы на контроле вашим? По первому вопросу, по аэропорту Алматы, действительно, я говорил об успешной завершенности по отношению международного терминала. Да, отдельные дефекты выявляются с точки зрения, там, крыша протекла, определенные недоучеты в проектировании от строительства было, но они устраняются. Теперь в отношении внутреннего аэропорта, которым вы пользовались, действительно, знаем, сейчас поток растет и внутренний аэропорт не справляется. Это связано с тем, что после завершения полного строительства и введения в эксплуатацию международного аэропорта, сейчас внутренний аэропорт проходит также реконструкцию. Эта работа завершится примерно к концу октября. Этого года? Этого года, да. В связи с тем, что она реконструкция проводится, его не закрывают отдельно, она, эта реконструкция одновременно проводится. Поэтому, действительно, имеется место быть определенное неудобство. Это действительно так. Но реконструкцию завершат, и тогда и пропускные возможности внутреннего терминала тоже увеличатся. Это вот в отношении аэропорта Алматы. В отношении проверок дельтаплана расследование продолжается. Я попрошу, чтобы мы все-таки официальную версию озвучили. После расследования, первое. Второе. В целом, такого рода расследование проводится не только после того, как случается чрезвычайное происшествие. После любого чрезвычайного происшествия законом предусмотрено в обязательном прятке создание определенной комиссии и расследование того или иного чрезвычайного происшествия. Но в целом, внеплановая проверка обязательно проводится. Это как со стороны авиационной администрации и с привлечением сотрудников нашего министерства. Мы уже говорили, что мы начали внеплановую проверку и дельтапланов, и воздушных судов типа Ан-2. И по итогам говорили, что три пилота привлечены к ответственности за то, что летали на Ан-2 и дельтапланах без соответствующего разрешения. И четыре авиакомпании, которые такие условия оказывают, и у них тоже были устаревшие лицензии срока годности, срока летности воздушных судов. И по ним тоже приняты соответствующие меры. Водный транспорт как проверяется? Водный. У нас территориальные инспекции есть, они, безусловно, обеспечивают их безопасность. И проверку, как нашей территориальной инспекции, так и безопасность. По водному транспорту, вы знаете, у нас есть организация «Казахстан-Сужолдары», где укомплектован соответствующий штат. И ежегодно они для обеспечения водной безопасности проводят мероприятия, а именно, знаете, устанавливают, определенную работу проводят. И проводят проверку до начала сезона всех судн, которые имеются у нас на регистрации. Второй вопрос по такси в туристических зонах. Мы когда были на озере Каэнды, там нам предлагали уазики и пазики, еще советские. Мы туда садились, и было очень много иностранцев. И никакой системы безопасности, никаких ремней, естественно, безопасности. И мы ехали, и вот головами ударялись об вот эти железные выступы. Как проверяется этот вопрос? И, возможно, какая-то программа по поддержке предпринимателей, чтобы они покупали комфортабельный транспорт? Нет, безусловно, такая программа есть, это через фонд развития промышленности. У вас есть выбор пользоваться тем или иным такси услугами. Там нет выбора. Услугами. Там только эти советские уазики, прям буханка написана на нем. Если это, ну это в большей степени ответственность услугодателя, а именно того человека, кто организовывает такого. Как государство вопросы безопасности контролирует? Это каждый, кто хочет садиться и заявлять себя таксистом в этих зонах? Мы об этом и до этого как раз таки говорили с точки зрения обеспечения безопасности на интернет-агрегатах и соблюдения безопасности. Ну, я, по-моему, трижды повторял, готов еще раз повторить. Я не думаю, что они через Индрайвер ездят. Я имею в виду вот эти локальные точки. Там советские машины. Как у нас государство как-нибудь контролирует этот вопрос? У нас туризм очень дикий в Казахстане. Вот я сейчас заметила, в следующий раз просто не поеду туда, и многие так пишут. Я езжу также в том числе в Восточно-Казахстанскую. Вы как в министерстве как-то контролируете этот бизнес в туристических зонах? Нет, бизнес в туристических зонах. Такси, которые не относятся к агрегаторам. Бизнес в туристических зонах отдельно не контролируется. Это в любом случае... Он у нас дикий. Вы же не даете мне ответить. Хорошо. Бизнес в туристических зонах в министерстве транспорта не контролируется. Услуга такси контролируется. Любая автомашина, она по истечению определенного срока, то есть более 7 лет, проходит техосмотр. Именно на техническом осмотре проверяется их пригодность к осуществлению той или иной деятельности. Это первое. Безусловно, есть вопросы и к деятельности технического осмотра, поэтому мы недавно приняли соответствующую норму, которая говорит, что если раньше организации техосмотра носили уведомительный характер, то есть любой человек мог себе уведомление предоставить и сказать, что он с сегодняшнего дня техосмотр, теперь мы говорим, что это обязательно разрешительный характер. И в течение трех месяцев, начиная с 1-го июня следующего года, все имеющиеся техосмотры должны будут проходить заново переквалификацию с точки зрения соответствия тем требованиям, которые к ним устанавливаются. То есть, отвечая на ваш вопрос, обеспечение безопасности на тех или иных машинах, это прохождение технического осмотра. А у вас есть цифры, средний износ таких авто, которые предоставляют услуги такси там? Нет, такая статистика не ведется, такой нет. Да, действительно, я тоже ездил в Восточно-Казахстанской области на УАЗике, но это была горная местность, это была самая подходящая машина для такого рода туризма. Спасибо. 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 . Спасибо.